Доведут дело до конца. В селе Тёпловка всё-таки появится школа. Об этом и многом другом поговорим в выпуске. Здравствуйте. Время новостей на канале Саратов-24. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Решать проблемы на местах. У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить. В Москве прошёл съезд партии «Единая Россия». Перед делегатами выступил президент. Доведут до конца. Сколько у нас ещё объектов в области осталось брошенным, незавершённого строительства? В Новобуратском районе возобновили строительство школы. Сколько денег на это потратят? Прокатились на новые электрички. Просто как в ракейце. Саратовские депутаты посмотрели, как можно добраться в город-герой. Какая температура на дворе ждёт нас во вторник, 26 ноября, на Иоанна Златоуста? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Не хватает волонтёров. В Самойловском районе четвёртые сутки ищут пропавшего Артура Шмыглёва. 12-летний мальчик исчез 21 ноября. Школьник ушёл гулять с друзьями, но не вернулся домой. До сих пор о нём ничего не известно. Сейчас на месте работают полицейские и следователи. Ребёнка помогают искать местные жители и волонтёры. Штаб открыли в сельской школе. Но, по словам куратора поисковых групп, людей не хватает. Сейчас на месте работают всего 14 человек. Поиск ведётся и с помощью беспилотников. По факту исчезновения школьника возбуждено уголовное дело. Больше 600 делегатов, сотни журналистов и приглашённые гости в Москве прошёл 19-й съезд партии «Единая Россия». Выступил там и президент. Владимир Путин отметил, что привлекать к партийной работе необходима молодёжь. А также посоветовал решать проблемы людей на местах и не дожидаться указаний из Кремля. Анна Забалуева отправилась в Москву и знает, каких результатов партийцам уже удалось добиться. 19-й съезд партии «Единая Россия». Один из павильонов на ВДНХ едва вмещает всех желающих. Кроме 664 делегатов со всей страны, здесь также приглашённые гости и губернаторы. Помимо официальных лиц депутатов всех уровней, наш регион представляет 8 делегатов из районов области. На местах партийцы развивают самые различные направления. К примеру, в этом году единороссы из села Новая Дубровка стали победителями конкурса социально значимых проектов первичных отделений партии. Эти конкурсы дают возможность проявить свои желания воплотить в реальность на уровне первичных отделений, на местах, помочь в реализации каких-то проектов. Потому что много идей у членов партии. А вот как раз, чтобы свои идеи воплотить в реальность, эти конкурсы у нас и способствуют. Работа на местах – вот главная задача. Об этом ещё раз напомнил партийцам президент страны. Владимир Путин отметил, что в предстоящем году «Единая Россия» должна развиваться в шести направлениях. Реализация нацпроектов, создание правозащитного центра, поддержка гражданского общества, кадровая политика и коммуникация с гражданами. У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить. Словоблуды к нюнгтурщике, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно. Прошу вас, будьте партией лидером во всём. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. То больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть, всё, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения. Ровно через неделю наша партия отметит 18 лет с момента своего создания. Станет совершеннолетней, шутят политики, но с годами «Единая Россия» должна только молодеть, отметил Дмитрий Медведев. По словам лидера партии, в ряды единороссов нужно привлекать больше молодёжи, а также идти в ногу со временем в общении с народом. К примеру, с помощью интерактивной общественной приёмной председателя партии. Здесь можно обратиться с заявлением или сообщить об экологической проблеме. Но многие политики общаются с людьми ещё и через соцсети. Я как пользователь телеграм-канала, как пользователь и инстаграма, имею своих подписчиков и напрямую, общаясь с ними, хочу сказать, что это очень оперативная связь, что это связь, с которой ты можешь услышать всё, что о тебе думают жители, что предлагают наши жители и как. Они дают даже предложение, как решать их вопросы. А для нас важно решать те задачи, которые ставят жители. И каждый съезд партии «Единая Россия» – это новые задачи для работы с нашим избирателем. Мы никогда не прекращаем работать над решением задач, которые ставят перед нами жители. Ещё одна из главных тем съезда – предстоящие выборы 2021 года. Дмитрий Медведев отметил, что перед единороссами стоит важная задача – сохранить политическое лидерство и продолжить курс на повышение качества жизни россиян. Лидерам многое дано, но спрашивают с них ещё больше. «Единая Россия» осознаёт свою ответственность. Самые, что ни на есть насущные темы, которые сегодня беспокоят наших жителей, они должны быть на постоянном контроле власти. Не дожидаться, когда тебе скажут коллега по партии или кто-то из старших жителей нашей области. Подвели единороссы и итоги работы за минувший год. Удалось сделать многое. Например, повышен размер минимальной оплаты труда. По всей России дополнительно открыты 700 фельдшерско-акушерских пунктов, отменена плата за парковку водителям, инвалидам и многое другое. Однако на достигнутом останавливаться никто не собирается. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Достроят спустя 16 лет. В селе Тёпловка Новобуратского района возобновили возведение школы. Стройку начали еще в 2003 году. Потом забросили. В этом году, благодаря инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, работы снова начались. Строители уже приступили к утеплению фасада. Надежда Новикова узнала, сколько средств понадобится на возведение в селе современного учебного заведения. В конце осени в селе Тёпловка Новобуратского района разморозили стройку. 16 лет назад здесь начали возводить школу, а потом забросили. Но весной этого года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о возобновлении строительных работ. На днях он заехал в Тёпловку посмотреть, как рабочие приступили к делу. Если школа вот так подстоит под открытым небом, еще год, второй, третий, то от нее ничего не останется. И так придется ряд работ выполнять, для того, чтобы восстановить верхние пропеты, пропеты, кладку. Поэтому все-таки здесь уже 16 лет прошло. Но пока можно школу восстановить. Рабочие уже утепляют фасад здания будущей школы, также восстанавливают стены. В этом году планируется сделать коммуникации и кровлю. Всего на строительство объекта понадобится 236 миллионов рублей. Часть из них Вячеслав Володин уже помог найти. Это внебюджетные средства. Сколько у нас еще объектов в области осталось брошенных, незавершенного строительства? Вот этой школе 16 лет такого рода объектов. Сколько у нас еще осталось с вами? Ну, у нас в прошлом году мы завершили архив. Вот, соответствующая школа, Благодаря вам, наверное, практически не осталось. Новая школа будет рассчитана на 220 мест. Также там будет и детский сад на 50 мест. Старое учебное заведение уже давно стало тесным для местных школьников. Зданию уже более 50 лет. И сейчас оно с трудом вмещает 190 учащихся. Нужна была школа давно. Мы учились в две смены и много лет ждали. И уже, вы знаете, уже и застроили в 2003 году. И опять мы вот в 2015 лет ждем. Застроят, брось, то уедут. Застроят, брось, то уедут. А сейчас, когда узнали, что все-таки строительство начинает, глаза загорелись у всех. И еще потому, что все-таки это курирует проект Володин. Достроить школу планируют к 2021 году. И это будет просторное современное учебное заведение. И жителям Тепловки уже не придется возить детей в соседние села на учебу. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Отправились в город-герой. Саратовские чиновники и депутаты побывали в Волгограде. Поехали туда на новые электрички. Маршрут пока пробный. Его организовали в рамках экскурсии одного дня. Доехали до Волгограда саратовцы гораздо быстрее, чем обычно. Они провели в дороге меньше пяти часов. Роман Базан узнал, чем еще удивили народных избранников. Поездка в Волгоград началась с экскурсии. Ее провел начальник Приволжской железной дороги. В вагоне областные депутаты и чиновники. Сергей Альмеев рассказал им о новых составах и популярности направления в соседний город. Вовремя, в большинстве убор времени, мы из Саратова попасти в Волгоград, из Волгограда попасти в Сарат. Причем, если вы заметили, время в пяти, как было в вечере, мы сократили до 4 часов 45 минут. Вашу скорость составляет 91,5 метра в час. На рейсовом автобусе до Волгограда семь с лишним часов. На электричке же меньше пяти. Уже по приезду главный железнодорожник региона показал делегацией местный вокзал. Комплекс недавно отремонтировали. Теперь на очереди Саратовский. По словам Сергея Альмеева, в нашем городе учтут опыт волгоградских коллег. Детская железная дорога. В Волгограде она появилась еще в прошлом веке. После недавней реконструкции здесь открыли кванториум. Классы оснастили по последнему слову техники. С ее помощью школьники учатся железнодорожным профессиям. Есть даже табло и три станции. Совсем скоро детская дорога появится и в Саратове, в районе Парка Победы. Это будет очень интересно для детей из Саратской области. Уже очень интересно детям Волгограда, Волгоградской области. Потому что действительно наглядно представлена и история. И можно попробовать в кабине машиниста, как это порулить. И как работают светофоры. То есть вся система работы железной дороги представлена наглядно, доступным и современным способом. Уже в местной областной думе саратовские парламентарии встретились с коллегами из Астрахани и Волгограда. Железнодорожники обсудили с ними будущие проекты. А саратовских депутатов попросили о возможности некоторых льгот. Те обещали вопрос рассмотреть. Мы смогли определить именно где, в каких местах у нас являются законодательные бреши. А может быть это даже и не с точки зрения бреши, а может быть где-то наших недоработок с обоих сторон. Мы выстроили нормальный деловой разговор. Для того, чтобы в последующем можно было хорошо работать и хорошо обсуждать любые проблемы. Это самое главное. По словам железнодорожников, в ближайшие пять лет Саратовская область изменится до неузнаваемости. На различные проекты в регионе потратят более 100 миллиардов рублей. Столько еще не вкладывали, рассказали, в компания. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Думаете о будущем? Накопить, сохранить и приумножить на пенсию, отдых, образование, покупку или ремонт. 16 лет нам доверяют. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш Гарант Кредит. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы. Телефон в Саратове 906-111. Здравствуйте. Во вторник, 26 ноября, Анна и Анна Златоуста. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове небольшая облачность. Кое-где возможен туман. Ветер юго-восточный, порывистый. Днем до минус трех, а ночью до минус двенадцати. В Саратове и Энгельсе солнечно и морозно. Температура днем до трех градусов, а ночью до девяти ниже нуля. Атмосферное давление около 766 миллиметров ртутного столба. В первые дни недели, как обещают метеорологи, холодновато. А к выходным температура повысится на 3-4 градуса. По приметам, если звезды на небе ярко сверкают, то жди снегопада и похолодания. Всем всего доброго, берегите себя. Увидимся. Но проблем со здоровьем не выявили. Следователи сейчас проводят проверку. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». На трассе в Оренбургской области произошла авария. Там столкнулись минивэн «Хюнда» и «Фура». Об этом пишет Ньюсру. Шесть человек пассажиры микроавтобуса погибли. Среди них шестилетний ребенок. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу. От столкновения с «Фурой» микроавтобус загорелся. В Нижегородской области 45 человек отравились газом. Об этом пишут РИА Новости. Инцидент произошел в средней школе в районном центре ВАД. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый. Они почувствовали недомогание на уроках. По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс адоранта от газораспределительной станции. В высоких концентрациях вещество ядовитое. В Ростовской области обмелели река Дон и Таганрогский залив. Вода отступила от берега на десятки метров. Причины – сильный восточный и северо-восточный ветер. Такого, по словам специалистов, не было много лет. Местные жители воспользовались ситуацией. Некоторые с металлодетекторами искали на дне сокровища и находили монетки. А экстремалы катались на машинах по берегу. Некоторые авто провалились под лед. Несколько часов их вытягивали спецтехниками. Выбрал не тот курс. После ухода Сергея Суровова с поста ректора Юридической академии ВУЗе появились неожиданные факты. Например, невыгодная аренда здания для колледжа и судьба корабля ВУЗа, который эксплуатирует некий отель. Причем в обоих случаях всплывает фамилия бывшего федерального инспектора области – Марина Алешиной. Стейслав Жижин о наследии Суровова. Динамовцы превратили в «Волжскую звезду». Бывший ректор Сергей Суровов отправил корабль Юридической академии в свободное плавание. Во время его руководства ВУЗом был заключен договор с организацией «Квадро Плюс» о стоянке корабля на причале гостиничного комплекса «Волгостар». Отель, по некоторым данным, принадлежит семье бывшего федерального инспектора Мариной Алешиной. Корабль сдается в аренду для банкетов и фотосессий. Журналисты телеканала «Саратов-24» узнали, сколько стоит провести час на палубе «Волжской звезды». После ухода Сергея Суровова с поста ректора в ВУЗе столкнулись с многочисленными проблемами. Например, выяснилось, что по бумагам корабль не передавали в оперативное управление, а значит, использование отелем судно юридически не оформлялось. Интересно, что все это время топливо для корабля и содержание команды оплачивал ВУЗ. Сейчас новое руководство Академии решает, нужен ли корабль учебному заведению. Данный корабль использовался в Академии при организации различных международных мероприятий, конференций и научных форумов в формате выездной площадки. В данный момент администрации ВУЗа проводится анализ рентабельности содержания данного корабля по итогам чего будет принято решение о целесообразности его дальнейшего содержания и использования. Напомним, с так называемым наследием бывшего ректора Сергея Суровова в юридической Академии разбираются до сих пор. Это и аренда здания для колледжа на невыгодных условиях, и судьба корабля. Причем в обоих случаях всплывает тандем Суровова с семьей Марины Алешиной. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. Покататься на коньках и отведать настоящую грузинскую кухню. Теперь у саратовцев появилась возможность ярко и весело провести свое время. На территории торгового центра Тауа открылся ледовый каток, вмещающий 400 человек одновременно. Все подробности в нашем сюжете. А я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Этот новый современный каток не уступает главным ледовым площадкам страны. Его площадь почти 3,5 тысячи квадратных метров. Вместимость 400 человек. Здесь удобные раздевалки, здесь удобная территория по подготовке к выходу на лед. Здесь очень хороший лед. Действительно, рекомендую всем приходить, кататься. Хорошие условия в Тау-парке созданы для маленьких фигуристов и для тех, кто только впервые встает на коньки. Защитная экипировка, а также помощниками фигуристов в виде медведей, пингвинов и миньонов может воспользоваться каждый, кто не уверенно стоит на коньках. Тут круто. Есть даже 110-е, миньоны всякие. Еще мешки, пингвинчики. Вообще супер. Катание в Тау-парке проходит сеансами. За день их 9, каждый по одному часу. Между сеансами получасовой перерыв, чтобы обновить покрытие до идеального состояния. Под ледовыми дорожками у нас расположено охлаждающее оборудование по всему периметру. И поэтому нам позволяет это оборудование намораживать лед при температуре до плюс 5 градусов. Пункт проката коньков находится на территории Тау-парка. Здесь самое главное тепло, просторно и комфортно. Индивидуальные шкафчики рассчитаны на 400 персон. А при наличии карты постоянного посетителя вы можете выбрать любую услугу через терминал. Заточка коньков, детская защита и прокат. Кстати, здесь идут гостям навстречу. Коньки можно взять без залога. Помимо этого, карта служит ключом. В раздевалке все шкафчики оборудованы электронными замками, что гарантирует полную безопасность хранения ваших вещей. Перед выходом на каток вам выдают вот такие одноразовые носочки и новые коньки. Коньки очень удобные, без шнурков и застегиваются в два щелчка. Покататься на коньках саратовцы могут ежедневно с 8.30 утра и до 10.00 вечера. Кстати, с наступлением темного времени суток каток заметно преображается. Уютную атмосферу создает хорошая музыка и подсветка. Работать каток будет до марта, а летом вместо льда появится два открытых бассейна для взрослых и детей. Ресторан Джосс или грузинский дом дядюшки Джосса. Именно так менеджеры говорят про свой ресторан. Тут всегда весело и шумно, как в большой грузинской семье. Официантов называют тут джигитами. Они танцуют, говорят тосты и рассказывают легенды о веселой, гостеприимной и яркой Грузии, которую очень любят. Но если у вас праздник, с поздравлением к вашему столу придет вся команда ресторана. Мы создали принципиально новый ресторан. К нам приходят от души повеселиться и приятно провести время всей семьей. И нам очень приятно не только вкусно кормить наших гостей, но и дарить им все позитивные эмоции. Эмоциональный сервис – вот что отличает Джосс от других заведений Саратова и делает проект ультрасовременным. Эмоциональные концепции ресторанов сегодня на пике моды в индустрии и быстро завоевывают популярность и в столице, и в крупных региональных центрах. В такие заведения люди приходят не просто вкусно поесть, но и стать зрителем особого спектакля – представления, которые создают сотрудники ресторана. Много слышали об этом заведении, очень хорошие лесные отзывы. Пришли попробовать. Официанты очень веселые, очень хорошо, позитивно заряженные. Очень все вкусно. Заказали качапури, заказали хинкали, заказали шашлык. Пробуем. Все пока нравится, все замечательно. Открытая кухня позволяет видеть гостям ресторана, как готовится их заказ. Рецепты для меню собирали в Грузии и по всей России. Одних хинкали здесь семь видов. Относительно других ресторанов нашего города цены здесь довольно демократичны. Комфортно пообедать можно на 500 рублей, а поужинать на 1000. Ресторан «Джосс» открылся в конце октября, но уже сегодня вечером здесь нет свободных мест. Грузинский ресторан «Джосс» находится в районе Старой набережной по адресу улицы Октябрьская, дом 7. Одежда ведущих представлена магазином «Бестселлер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова